Представляем вам очередную подборку фото Второй мировой, которые не оставят равнодушным никого. Начнем. Начнем мы с чего попроще. Вы когда-нибудь видели такое? Поначалу мы подумали, что это контейнер для перевозки немецких лошадей. Оказалось, нет. Это процесс уничтожения паразитов на лошади. Для борьбы с ними специальную деревянную кабину наполняли газом на основе серы и давали лошади угощение, чтобы она не нервничала, а спокойно хрумкала сено. Процедура занимала около получаса. Немецкие пленные в СССР стоят в очереди за специальным усиленным пайком перед так называемым парадом побежденных, который проходил в Москве в 1944 году. Более 57 тысяч немецких солдат и офицеров, взятых в плен, колоннами прошли по Садовому кольцу и другим улицам столицы. Усиленный пайок состоял из каши и хлеба с салом. Похороны подростков из подпольной организации «Молодая гвардия». Сама казнь проходила в несколько этапов. Часть ребят погибла еще во время пыток. Пытки были ужасные, поэтому выдержали не все. Тех же, кто доживал до казни, отвозили за город вместе с трупами уже погибших ребят к шахте номер 5, где сбрасывали 58-метровый шурф и забрасывали гранатами, а затем еще и вагонетками. Первая казнь была произведена 16 января 1943 года. Следующую группу казнили 9 февраля 1943 года. В том же месте и таким же методом. За несколько дней до освобождения Краснодона. Всего было казнено 49 молодогвардейцев и 22 члена парторганизации, попавших в руки палачей. Лишь 13 молодогвардейцам удалось выжить. До конца войны дожили 10 из них. Тела ребят доставали из шахты по сути по кускам, поэтому хоронили в закрытых гробах. Водоразделение немецких велосипедистов готовится пересечь реку в Бельгии. 1940 год. Весьма странное фото. Зачем солдатам луки и арбалеты? Тем более такие кривые. Что они с ними делают? Не могут же они с ними воевать против автоматов? Тут все просто. Это агитационный отряд. С помощью луков они забрасывают листовки на вражескую территорию. Полицаи, подогретые самогоном, заставляют женщин раздеваться перед казнью. Бабий Яр. Затем голых женщин и детей погонят к оврагу, где их ждет лютая смерть. По разным данным в Бабьем Яру, гитлеровцами и их пособниками-полицаями было уничтожено от 70 до 120 тысяч человек, в основном еврейского происхождения. Хотя были там среди убитых и партизаны, цыгане, коммунисты. Жители сербского города Крагуевац ведут на массовую казнь. 21 октября 1941 года фашисты учинили массовое уничтожение всех мужчин и мальчиков сербского города Крагуевац. По неполным данным, были убиты 3 тысячи человек. Поводом стало убийство югославскими партизанами, 10 немецких солдат и ранение 26 из немецкого отряда, попавшего в партизанскую засаду. Фашисты мстили мирным, безоружным людям и детям, поскольку воевать с вооруженными бойцами сопротивления у них получалось гораздо хуже. Угнанные в Германию рабы, так называемые «остербайтеры», возвращаются домой. Среди «остербайтеров» около 30% были детьми, которые работали вместе с взрослыми либо в промышленности, либо в сельском хозяйстве. Каратель из 690-го полицейского батальона полевой жандармерии расстреливает мирного жителя в районе Монастырщины, лето 1942 года. На территории СССР немцы вели войну на уничтожение, обеспечение жизненного пространства за счет истребления населения завоеванных территорий в первую очередь. Поэтому убийства мирных жителей за малейшую провинность или в качестве заложников были обычным явлением. Трое пленных солдат Красной Армии стоят в могиле перед расстрелом, один из них в гражданской одежде. Согласно источникам, фотография была найдена в вещах погибшего под Москвой немецкого военнослужащего. На обратной стороне фотографии была надпись «Стреляли из засады у точки 61». Заключенные концлагеря Маутхаузен везут узника-австрийца Ханса Бонаревица на тележке для перевозки трупов, на казнь за попытку побега, играет лагерный оркестр. По приказу эсэсовцев, исполнявшей мелодии, вроде детской песни, все маленькие пташки вернулись. Перед казнью беглеца секли и подвергали другим истязаниям. Освобожденные из концлагеря Гузен, заключенные испанцы сбрасывают имперского орла с ворот лагеря. Советские пограничники перед расстрелом. Район Брестской крепости, 23 июня 1941 года. Следующее фото посвящено подпольщице из Минска Марии Брускиной. Девушка помогала в организации побегов из минского лагеря «Дрозды». Ее выдал предатель по имени Борис Рудзянко. Фашисты жестоко пытали 17-летнюю девушку. Массовая расправа гитлеровцев над жителями шахтерского поселка Лидице, 10 июня 1942 года. 27 мая 1942 года при городе Праги был убит начальник главного управления имперской безопасности и по совместительству рейхспротектор Богемии и Моравии, «Обергруппенфюрер-эсэс» Рейнхард Гейдрих. Убит он был в своем открытом автокабриолете, в котором ехал почти без охраны. Уничтожили Гейдриха бойцы из группы «Антропой», диверсионного отряда, подготовленного в Англии, из чешских и словацких патриотов, специально для засылки в немецкий тыл. После покушения на одного из ближайших к Гитлеру эсэсовцев, немецкие каратели устроили показательную казнь целого поселка Лидице, расположенного поблизости. Все мужчины деревни были убиты сразу, по приходу немцев в поселок. Женщин и детей, пытавшихся убежать или скрыться, тоже убили. Остальных женщин с детьми отправили в концлагеря. Такой была месть нацистов за убийство одного из своих лидеров. Казнь подпольщика, убившего в Витебске немецкого солдата. Казнь пяти молодых людей предположительно партизан возле города Велиш, Смоленской области, после испытания виселицы на прочность. Снимок найден у убитого немецкого офицера. Немецкие солдаты проверяют прочность виселицы перед казнью пяти молодых людей. Это как раз то, что происходило за несколько минут до событий предыдущей фотографии. Снимок также найден у немецкого офицера. Публичная казнь японского военного полицейского в Шанхае. Фото датируется 17 июня 1947 года. Бывший имперский комиссар здравоохранения Карл Брандт перед казнью. Карл Брандт был группенфюрером СС, личным врачом Гитлера, одним из руководителей программы эвтаназии. На этой фотографии, датированной 28 марта 1944 года, вы можете увидеть французских партизан. С минуты на минуту их собираются казнить. Сент-Эжен. Бойцы отряда, направленного из Индии в Бирму для проведения диверсии, они были схвачены и привязаны к дереву. Апрель 1942 год. Расстрел мирных жителей. Ночью, 27 февраля 1943 года, партизаны отряда Федорова напали на немецко-венгерский гарнизон, стоявший в поселке, с целью освободить схваченных до этого своих товарищей и заложников из местного населения. В результате жаркого боя партизанам удалось выбить немцев из поселка и освободить заложников, после чего отряд ушел в лес. 1 марта 1943 года в село вошел отряд эсэсовцев. Поселок был окружен карателями. Фашисты и полицеи под предлогом проверки документов заходили в дома и расстреливали там всех подряд. Стариков, женщин, детей. Дома поджигали. Оставшихся жителей согнали в церковь и кинотеатр. И там тоже стали расстреливать. Гитлеровцами было убито около 7 тысяч жителей поселка. Практически большая часть села выгорела. Главная площадь города Воронеж. СССР. На фотографии памятник Ленину. Данный памятник использовался нацистами, как виселица. Присмотритесь к руке Ленина. Расстрел бывшего ученика школы Адольфа Гитлера, 16-летнего гейнца Петри, осужденного американским военным судом за шпионаж. Подросток был расстрелян под Брауншвейгом. Приговоренного к смертной казни за расстрел шести американских летчиков, нацистского преступника Йозефа Хартсгена ведут на виселицу, 1945 год. На представленной фотографии югославские партизаны готовятся к расстрелу, 1942 год. Командир Красной Армии перед расстрелом. Фото сделано в августе-сентябре 1941 года в полосе немецкой группы армии Юг. Итальянские солдаты расстреливают заложников в Словении. Ну и закончим сегодняшнюю подборку фотографией девушек-снайперов. Какое фото вызвало у вас больше всего вопросов? Напишите в комментариях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова